Русская национальная идея Русская национальная идея Ну не знаю, в единстве что ли Вот у нас варианты есть Потому что мы знали, что это трудный вопрос И мало кто ответит Значит, физическое существование Духовность или астрал Вот три варианта Какой вы считаете более близкий русским людям? Духовность Почему? Ну мне кажется, что это наиболее важно А поесть? Ну поесть безусловно Но Если только есть То ничего хорошего не будет Ну у нас же голодных-то больше, чем бездуховных А как сказать? Как сказать? Духовность Почему? Потому что Ну все-таки Ну я не знаю, я не умная просто Мне так кажется Это мое мнение А нахрена она нам эта духовность-то вообще? Да есть нечего Есть чего есть Вон Листики Ну наверное первое выживание В русском государстве Человек прежде всего выживает Духовность Духовность То есть очень у нас духовный народ, да? Я считаю, что да А в чем это проявляется? Ну широта души Там, не знаю У нас всем плевать друг на друга Нет Вы очень утрируете Да Например, у нас в городе Мы сами из Биробиджана У нас все люди друг другу помогают А у нас нет Очень сочувствую У нас город большой очень И людей много Можно всем помочь У нас очень маленькие У нас все помогают Но все равно у вас же есть частичка каких-то людей Которые все равно помогают друг другу Поэтому Скажите, в чем по-вашему заключается русская национальная идея? Национальная идея? Ну, не знаю, я еще не русский Я просто знаю вот русскую культуру Знаю, в чем отличается русская культура от нашей, австрийская И все Вот это я знаю А национальная австрийская идея в чем заключается? Ну, я не такой фанатик национальной идеи В принципе Но есть такие культурные Ну, вот идеи В принципе, да Которые принадлежат у нас Это, конечно, и у вас То же самое По-моему То есть людям одно и то же везде надо? Как? Я не понял Ну, вот людям одно и то же везде надо, да? Ну, это не знаю Просто я Знаете, я вот Я иностранец Да? Я здесь в России Вот все люди как-то гостеприимные Это и у нас то же самое Это мне нравится Вот и все В чем заключается русская национальная идея? Это достаточно сложный вопрос По крайней мере, на мой взгляд Не в том, в чем она заключается сегодня Не в империализме никаком Не вот этом вот Преклонении перед царем-батюшкой Точно не в этом Это уже пережиток прошлого Сегодня это просто недопустимо Мне кажется, мы должны создавать Новую русскую национальную идею Какие-то, возможно, демократические ценности Не знаю, может быть, даже вернуться Совсем более старое прошлое Прямо древнюю историю Руси Когда были вечевое собрание Чтобы... В общем, нужна демократия А вы как-то говорите, что новую Вернуться в прошлое? Ну, все новое Это хорошо забытое старое Скажем так, вечевое собрание С новыми взглядами С новым лицом В любви Кому? В друг другу Да Все ненавидят друг друга Почему так решили? Не правда, не правда Мы видим очень много улыбающихся людей В друг другу Вообще приходят на помощь, если это необходимо И предлагают свою помощь Я вот не знаю, что... Кто предлагает, где приходит? Ну, если она вдруг нужна Там вот плохо стала человеку Мало кто, вероятно, пройдет мимо Я даже лично видела Очень много таких моментов Не говоря о друзьях Которые, конечно, всегда порадуются Не только твоему несчастью Но и твоей радостью Твоим успехам Поэтому, мне кажется, что это Особенно в нашем городе Это очень характерно Мы были в этом году на юге В Сочи Отдыхали И, к сожалению, видели Очень много мрачных лиц Какое-то такое советское Такое прошлое Вдруг вылезло Там нет улыбок? Нет Меньше, чем у нас Хоть и говорят, что ленинградцы такие суровые Нет, нет Мы улыбаемся больше В службе вот такого обыкновенного сервиса Было неприятно Иностранные компании Там и отели Все замечательно Там все улыбаются Но вот было резко заметно Такое негативное отношение Не знаю Не к нам лично А вообще друг к другу А вот северные наши города Это все хорошо Ну, наверное, все-таки в патриотизме В патриотизме И в русском духе И культуре А патриотизм чего именно? Или кого? Ну, единство народа Все-таки это вот Скорее всего, это и есть Национальная идея Единство народа Вам не кажется, что мы сейчас с ним плевать друг на друга? Я думаю, что нет Все равно существует Такое положение вещей Ну, вот патриотизм все равно присутствует В нашем В сознании наших людей Русская национальная идея Ну, я думаю, что сложно сказать об этом в двух словах Но я думаю, что он Неком такой самобытности русского человека В русском образе жизни А конкретно? Ну, о том, что у нас такая необъятная страна Опять же, с такими, можно сказать, морозами И поэтому у нас очень сильно отличается Как религиозный подход Так и общественный Так и общение между людьми Которые там долгое время, например, жили в деревнях Где был очень узкий такой круг общения Очень далеко от других центров И поэтому формировался такой вот Очень своеобразный стиль И способ общения между людьми Такая идея-то у нас в чем? Идея наша в том, что У нас образуются такие кластеры Где люди по отдельности Живут и очень хорошо между собой общаются Но в случае чего Они готовы объединиться все вместе С другими для каких-то целей А, то есть вы домикаете на то, что Сплоченный у нас народ, да? Да, в целом да А чего здесь никто не сплоченный Всем плевать друг на друга? Ну, потому что Сейчас поменялось время То есть все-таки капитализм Он подразумевает борьбу индивидуумов Друг с другом С эволюционной точки зрения Подвижение самого себя А, вот она идея-то Продвижение самого себя, да? Да Но не у русского народа, а в принципе А вот если рассматривать Именно национальную идею Которая должна быть Что нужно каким-то образом Чтобы, естественно, борьба Это оставалось между людьми Но все равно присутствовало там Какое-то чувство, не знаю Сострадания, помощи ближнему и так далее Ее пока нет Вообще нет Пока это патриотизм Но его, пожалуй, маловато А кого патриотизм или чего? Российский патриотизм В России все плохо Как может быть патриотом того, когда все плохо? А почему вы считаете, что все плохо? А что хорошо? Есть и хорошее Например? Ну давайте смотреть Если так судить за последние, ну сколько там у нас 25 лет Как у нас Российская Федерация Жизнь, я как 71-го года рождения Жизнь, например, моя Советский период И сейчас, конечно, разница колоссальная Я честно скажу даже А в 93-м было лучше, чем сейчас? Чем? Налогового кодекса не было Вообще налогов никаких не брали Налогов и не платили Ну если считаете, что не платить налоги Это хорошо Может тогда Но это тогда и не государство получается Да нафиг нам это государство Главное, чтобы людям хорошо было Если не будет своего государства Будет чужое государство Так не бывает Чтобы нет своего государства А в 93-м чье было государство? А в 93-м был период, когда ничье Бандитское было государство тогда Скажите, в чем заключается русская национальная идея? В единстве народа и государства Семья Благополучие Роднации Любовь А вот вы сказали Единство народа А о чем у нас там все такие разобщенные? А потому что Более надо организованной быть Но идея все-таки в этом, да? Да, не хватает лидеров Скажем так, в стране Мало одного-двух А, нету лидера, да, у нас? Нет, лидер есть Хороший лидер Но его одного мало Это кто, Путин, что ли? Хороший? Да А что в нем хорошего? Как в чем хорошего? Он хоть может руководить страной, в отличие от других, которые до него были? Да как он руководит-то? Теперь запад нас ни во что не ставит Война с Украиной Я там ничего хорошего не вижу А раньше он и тоже не ставил ни во что запад нас Сейчас хоть немного стал уважать Как? В чем? В чем это проявляется? Почему вы решили, что нас теперь уважают, а раньше нет? Теперь видят мир нашу силу А раньше никто этого не замечал даже Ну наша сила в том, что у нас экономика на 40 в каком-то месте А в Америке на первом Как? Ну и что? Дело не в этом А в чем? Это как бы в объемах страны Страна очень большая Он не может все охватить один А помощников мало А есть ли какой-нибудь участок, который он охватил? Не могу сказать Дотрудняюсь Скажите, как вы считаете, почему Американские и европейские идеи В России исполняются Совершенно по-идиотски Вот, например, стеклопакетов везде понаставили А кондиционеры нет Потом Вот у нас сейчас очень любят полицейских класть на разбитые дороги Где яма глубже, чем этот полицейский Вот как вы считаете, почему у нас ничего не могут до конца доделать? Ну это на самом деле не самое главное Главное все-таки вежливость на дороге И думать не только о себе, а об окружающих в первую очередь А какие дороги это решать властям, скорее всего А вот кондиционер-то почему в поликлинике не поставить? Если окна на пластик поменяли Наверное, средств не на все хватает Я так думаю Ну потому что люди живут На чужой земле Им эта земля не принадлежит И поэтому они исполняют Ровно то, что им предписали А не то, что нужно делать Ну ведь это логично, что в помещении, куда не проходит воздух Был кондиционер Если вы ставите окна пластиковые, которые воздух не пропускают Почему вы не кондиционер сразу не поставите? Ну потому что, я говорю, есть предписание поставить Допустим, если вы про стеклопакеты То есть бумажка, на которой написано Поставить стеклопакеты Люди ставят О том, что люди будут там задыхаться Ну это никого не волнует Инициатива наказуема и так далее То есть в руководстве у нас все, да? Нет, не в руководстве А в том, что Кто Бородский, да, сказал Что я живу под собой в ничью страны Ну может не Бородский, я не помню Ну вот, собственно говоря, это и есть Русская национальная идея Почему? Я только могу сказать, что это происходит уже давно Наверное, еще с царской эпохи А почему это так происходит? Ну, наверное, российская безалаберность Русского человека, что Нежелание соблюдать каких-то норм, законы, правил То есть они чисто номинально существуют Если посмотреть наш закон Он достаточно обилен Достаточно затрагивает все-все сферы Но выполняется людьми очень плохо Так сказать, строгость закона Она компенсируется нежеланием общества его выполнять Просто безалаберность Не знаю, инертность, возможно Потому что американцы идиоты Наверное, люди просто неисполнительные Ну, те, которые вот так вот Отвечают за это, да? Наверное, поэтому не знаю Ой, об этом не знаю, извините Не знаю, я не знаю даже От нашей русской безалаберности Вечной Не-не-не, ничего не скажу Недомыслие какое-то, во-первых Как это, координации между службами нет Вот это, скорее всего, да Ну, ведь это одна служба должна делать Стеклопакеты ставить И думать о температуре воздуха в помещении Ну, наверное, жадность тут играет роль Что на чем-то сэкономить Что-то Украсть чего-то, да? Что-то сделать, на чем-то сэкономить И украсть тоже Это все имеет место, к сожалению, быть Потому что А почему американские? Потому что это не мы придумали А, ну потому что мы вообще ничего придумать не можем И гонимся за кем-то, для чего-то Потому что своих мозгов нет А доделать почему нельзя, когда уже все придумано? Нет, нет, мозгов Отсутствует у нас просто Все, в России, вот этих наших высших Просто они смотрят на всех Бегут за всеми То туда, то туда, то туда А определиться не могут И поэтому как-то за кем-то там повторяют И стоят на месте И все, одно начали бросили Другое начали бросили В итоге все начато и все не доделано То есть, как бы, нету мозгов, одна духовность, да? Можно и так сказать Почему у нас всегда Американские, европейские идеи Совершенно по-идиотски Здесь в жизнь приводят Вот, например У нас любят написать ценник Якобы скидка, да? Это же вот не мы придумали А при этом цену нарисовать два раза выше Вопрос, наверное, к маркетологам больше Ну, потому что так проще продать товар С точки зрения экономики, маркетинга и так далее А обманывать-то зачем? Ну, формально вообще никакого обмана нет Ну, потому что люди хотят его продать А вот лежачие полицейские на битой дороге Зачем класть? Я не знаю Это вопрос, как правительство Ну, понятно, что есть косяки очень крупные Это проблема нашего правительства Естественно Потому что мы не европейцы и не американцы Поэтому у нас идея так и все Но мы же и не азиаты И не азиаты Ну, евразийцы Евразийская, говорится, империя такая возникла Что делать? Так получилось уже Поэтому тут надо свое что-то Если что-то заимствовать То надо заимствовать с умом А не чисто тупо, как в 90-е Пытались проводить Вот европейские, американские идеи Тупо пихали в жизнь В итоге получили колоссальное падение Жизненного уровня И, ну, людей от демократии Отвратили напрочь А кто вот мешает с умом-то все сделать? Вот это хороший вопрос Кто с умом все мешает сделать Тут уже даже так и не скажешь сразу Скорее всего у нас получается все как У нас есть небольшая прослойка Скажем так Как их называют Русских европейцев Которые, собственно, себя уже Может и русскими не считают больше европейскими Но они сейчас находятся при власти И они пытаются Воплотить свои вот Чисто сугубо умозрительные идеи в жизнь А жизнь это не принимает Отторгает Поэтому, чтобы это Пытались протолкнуть Им приходится прибегать Все больше и большему дубалому сумму, прямо скажем То есть, по сути, власть мешает? Нет уж, так тоже не скажешь Это я сказал Надо какой-то компромисс разумный искать А вот как его искать? Вот это действительно вопрос Потому что спрашивают Исполнителей мало И не жестко То есть нет контроля? Да Нету Мне кажется, что у нас просто очень мало опыта Еще в развитии цивилизации Просто мы еще молодые Мы еще молодые А наши Их традиции Они слишком Резкие для нас получаются Мы не дожили еще до Полного восприятия Именно демократической основы И Недоцивилизованные люди здесь, что ли? Да Вот мне кажется так Мне кажется, что Знаете, тут еще Жуткая несогласованность ведомств Потому что Одно ведомство копает И чинит трубу А вот убрать и вернуть Прежнее состояние Почему-то должно сделать следующее Общество и не работает Оно просто Общение Каждый делает В ведомствах-то у нас С кондиционерами Все в порядке А вас интересуют И на кондиционер Но это сложно Вы говорите про общие идеи Поэтому мы обсуждаем Общую идею Не готово еще общество Просто еще не созрели А так Все Через 300 лет Все образуется Замечательно Продолжение следует... Продолжение следует...